Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. Что вас ожидает? Первая карта для вас, мои дорогие, карта сил. Высшие силы на начало месяца, они вас поддержат. Если вы хотите какие-то перемены или хотите что-то сделать в вашей жизни, они эту поддержку дают. Вы должны обуздать именно того зверя, который внутри вас. Знаете, в начале месяца вы даже, может быть, будете захотеть вот именно такие ситуации, знаете, под вас, чтобы даже те люди, которые рядом с вами, вы бы хотели, чтобы они сделали именно те моменты, которые бы... Но вы, знаете, здесь можете даже манипулировать вот именно вот начало, вот именно началом декабря. Вот как будто такие моменты будете манипулировать, вот чтобы у вас происходило так, как вам бы хотело. Следующая карта на начало месяца, мои дорогие стрельцы, для вас, это девятка Пентакли. Вы сидите, знаете, в такие ситуации, когда вы боитесь чего-то. Может даже то, что те перемены, которые вы бы хотели, чтобы они происходили у вас, но вы сидите в бездействии. Вы в страхах. Почему? Потому что вы не уверены то, что у вас на данный момент есть. Вы как будто не уверены, что завтра может быть, что то, что произойдется завтра. Но здесь высшие силы говорят даже вам, вот, и как совет, что не нужно сидеть вот в этих бездействиях. Нужно вот какие-то перемены все-таки уже как бы сделать. Следующая карта на начало месяца, мои дорогие, королева Жезлов. Включайте вот в начале месяца ваше благородство, ваше понимание. Знаете, оценивать ситуации, как они происходят. Даже то, что у нас в жизни происходят какие-то перемены, они должны происходить. Почему? Потому что даже после чего-то, даже вот какие-то перемены, которые тяжелые, там что-то вы не понимаете, вот вам не хочется, вы сидите в страхах, вы бы не хотели, чтобы опять это повторилось. Но здесь нужно вот именно, чтобы вы понимали, что благородно то, что происходит, это должно происходить. Почему? Потому что, знаете, даже начало, вот что высшие силы, самое главное, вот этот толчок, вот эта поддержка вам, она как бы есть. Следующая карта, мои дорогие, давайте посмотрим на середине месяца, это семерка Жезлов. Даже, знаете, у вас как будто есть какие-то преграды. Вот как будто у вас вот то, что вы хотите, эти перемены, они как будто как преграда. Может быть для некоторых, может быть то, что именно с финансом у вас идут какие-то проблемы, и вам настолько тяжело. Но смотрите, всегда, что, знаете, то, что приходит быстро и уходит быстро, то, что, знаете, тяжело приходит, даже то, что вот именно вот эти преграды, то, что вам тяжело, знаете, это как бы надолго может остаться. Поэтому высшие силы говорят, нужно вот в середине уже бороться, вот даже через эти преграды прийти. Следующая карта, мои дорогие, это звезда. У вас идет какое-то, знаете, исцеление. У вас идет, знаете, какая-то надежда, то, что даже если у вас на середине вот эти трудности, они происходят, вы настолько вот благородно и понимаете, что вот эти перемены, они должны быть в вашей жизни, они должны вот именно вот этот, знаете, как, ну, пройти. Почему? Потому что, знаете, вот вы как будто даже, вот именно как себя, как личности, вы бы хотели, вот, знаете, больше вот может быть то, чтобы вы себе показали. Но здесь самое главное не сидеть в бездействии. Следующая карта на середине, это шестерка мечей. Вы должны уйти от вот, от то, знаете, состояния, когда вам не хочется ничего. Вы, знаете, даже вы решили то, что вы, знаете, вот, ну, вы продвигаетесь вперед. Но все-таки у вас дается, знаете, вот такое состояние, что какая-то проблема, какая-то ситуация не до конца решенная. Вот именно то, что середина, даже то, что она будет, дает, даст, она очень тяжело. Вот если вы начнете, у вас идет вот это именно исцеление. У вас вот именно, вот, знаете, вот именно вот это состояние, когда вам спокойно на душе. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это король мечей. Включать вашу хладноскромность. И понимать, если нужно что-то обрубить из вашей жизни, нужно обрубать. Конечно, я не говорю, что здесь нужно как бы все обрубить. Нужно все убрать из вашей жизни. Всех людей, чтобы вы ни с кем не общались. Но то, что вам дается вот именно эти трудности, именно вот эта тяжесть, которая у вас происходит, вы должны это понимать. Потому что конец, оно дает вот именно, чтобы вы включили вот именно вот эту хладнокровность, чтобы вы убрали что-то из вашей жизни. Следующая карта, девятка мечей. А девятка мечей показывает, что у вас осознание есть. Даже то, что у вас приходит, это то, что болезненно, то, что вам тяжело, то, что вам настолько вот именно здесь понимаете, что никакое счастье пока не приносит. Вы боретесь. Вы знаете, здесь осознание, что здесь даже если уже начало, пока вы сидите в бездействии, вот под конец у вас это, знаете, вы приходите к такой сознанию, что вы не должны сидеть в бездействии. Вы должны, если даже эти трудности есть в нашей жизни, вы должны их пройти. Давайте посмотрим, что вам высшие силы подсказывают, какой совет на конец месяца они дают вам. Император, включать, знаете, больше вашу уверенность, контроль. Ваше, знаете, чтобы вы, знаете, не решились уйти куда-то, а потом думаете, нет, какая-то проблема не решилась, и я должна вернуться. Здесь нужно четко понимать. Здесь больше, вот поэтому и говорится, хладнокровность, вот это больше строгость. Здесь не нужно вот быть настолько строгой, что все, знаете, с кем-то вот что-то там и ругаться, или что-то доказывать, ничего. Нет, если вы понимаете, что есть люди, которые нужно поставить на место, вы должны это, знаете, уверенно, четко и сказать в вашей вот именно позиции. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале, переходим в инстаграме, там, где будут больше по 100 ваттаро.